Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Не прошел мимо беды. В Дербенте неравнодушный полицейский спас женщину, у которой начался приступ эпилепсии. Он лепит динозавров и уже имеет свою коллекцию. И это несмотря на то, что Саид страдает синдромом бабочки. О маленьком герое и его мечте смотрите сегодня в выпуске. Город здоровых людей появится в Дагестане. Первый спорткомплекс для инвалидов возведут в столице республики. Каспичане не могли выехать в Махачкалу на общественном транспорте весь сегодняшний день. Причина – забастовка водителей маршрутных такси. Они устроили митинг, выражая недовольство организаторам рейдов, которые штрафуют водителей за отсутствие тахографов. Таким образом, считают водители маршруток, их пытаются вытеснить с рынка пассажироперевозок. Однако, по мнению сотрудников Ространснадзора, отсутствие контрольного устройства недопустимо. И они не лоббируют ничьи интересы. О том, как все обстоит на самом деле, расскажет Патимат Ханапова. Тахографы, а точнее их отсутствие, и стало в этой истории яблоком раздора. Проводимый накануне совместный рейд с сотрудниками ГИБДД и Ространснадзора выявил массовое отсутствие маршрутных такси, приборов учета и контроля за водителями. Больше их количества по Каспийску пришлось на компанию «Каспийавто», после чего работники предприятия вышли на протест, назвав такой исход намеренной травли со стороны некоторых надзорных ведомств для передачи линии другой транспортной компании. Почему они не организовывают работу, рассрочку или каким-то образом установят тахограф, я не знаю. Если они хотели, чтобы мы работали, они это организовали. Они хотят прекратить нашу трудовую деятельность. Мы единственные, я считаю, в Каспийской городе, которые на казну Каспийска перечисляют налоги, это наши предприятия. 250 или 200 человек, которые у нас работают, перечисляют налоги. Если сюда придет третий парк, они не будут платить, выезжать в Каспийск, они будут оплачивать в Санкт-Петербургские предприятия. Почему нам не дают работать местным водителям? Почему мы должны на кого-то наняться и работать, потрачить на них, так скажем? Несоблюдение закона руководство Ространснадзора называет основной причиной штрафования перевозчиков, исключая любые предположения и домыслы. Обвинения со стороны «Каспийавто» в лоббировании чьих-то интересов они считают необоснованными. У них начинается сразу, значит, вы там лоббируете интересы третьего парка или еще какого-то перевозчика. Но мы этим не занимаемся, у нас нету таких полномочий, чьих-то сторон. Мы проводим обычную свою работу, плановую свою работу. Месяц разли, неделю разли, там, как, согласно утвержденному графику, мы выходим то в городе, то за городом, то в горах и так далее, везде проводятся эти рейдовые мероприятия. Цена и неорганизованность – это единственное, по словам водителей, что их беспокоит во всем этом процессе. Если им дадут время и создадут благоприятные условия, эти противзаконы не в их интересах, признаются они. Здесь идет неорганизованность не со стороны водителей, а со стороны, может, высшестоящих, лицензионщиков, технических. Пусть обеспечивают сервисные центры, Каспийские, Дербенти, Кизляры, крупных мегаполисов, людям объяснят и поставят. Это что такое? Утром пришли, вы не будете ездить. Мы против этого, мы сейчас физически не можем ездить. Мы боимся, а там штрафы не тысячи рублей, не три тысячи. На предприятие около 500 тысяч штрафов идет. Однако закон есть закон, и он гласит, что уже с августа 2017 года пригородную перевозку необходимо осуществлять, оснастив транспорт тахографами. По словам экспертов, в Дагестане печальная статистика не только по Каспийску, но и в других городах республики. Из более 350 вынесенных штрафов, около 250 приходится на отсутствие контрольных приборов или нарушений по их использованию. Владельцы транспортно работают на регулярных маршрутах. Они обязаны иметь тахографы, контрольные устройства по контролю за соблюдением режима труда и отдыха. Мы же знаем, они 6 часов утра стоят и целый день там катаются. Поэтому аварийность. В этом году идет рост аварийности на лицензируемый транспорт. У нас идет увеличение этих дорожно-транспортных происшествий. Почему? Потому что там же нельзя. Вот там есть определенные условия работы. Он не может там более там сколько-то там управлять автомобилем более 9 часов в сутки и так далее. Но они же работают безконтрольно. Утром встали 6 часов, прибежали, побежали целыми днями. Они думают, что только заработать деньги так нельзя. И запасно, что в первую очередь должно быть. По словам специалистов ведомства, проверочные рейды на законность перевозки пассажиров будут продолжены. Отметим, что с 1 июля 2019 года вводится обязательное оснащение приборами автобусов и маршруток, работающих и на городских перевозках. В Дагестане главврач подозревается в хищении 12 миллионов рублей. Следствием установлено, что в течение двух лет главным врачом и главным бухгалтером Республиканской детской стоматологической поликлиники начислялась работникам заработная плата в завышенном размере. В последующем, по указанию главного врача, бухгалтер добивалась от сотрудника возврата необоснованно перечисленных средств. По данному факту возбуждено уголовное дело. О самых частых нарушениях правил дорожного движения в 2018 году рассказали сотрудники ГИБДД России. В минувшем году штрафы чаще всего накладывались за превышение установленной скорости движения, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика и множество других нарушений. Всего за 2018 год было возбуждено более 130 миллионов дел об административных правонарушениях. Не прошел мимо беды. В Дербенте полицейский Тарлан Аббасов спас женщину, у которой внезапно на центральном рынке города начался приступ эпилепсии. Он оказал ей первую медицинскую помощь, что в итоге помогло ей дождаться медиков. Подробнее о героическом поступке мужчины в сюжете Пасьмат Ханаповой. Центральный рынок, привычный шум и топот ног сменяет громкий вскрик. Девушке плохо, причина – эпилептический приступ. Обычно он начинается с удороги, затем человек перестает контролировать свои действия и зачастую теряет сознание. В этот момент пострадавшему просто необходима экстренная помощь. Девушке несказанно повезло, рядом оказался полицейский. Он сам уже весь трясся, у него слезы на глазах, у него все. Он говорит, я не прощу себе, не простил бы себе, если с ней что-то произошло. Вот настолько, я же говорю, все эмоции, вроде посмотришь. Здоровый у нас, да, офицер, майор, полиция, но сердце, конечно, у него этот момент трогнуло. По словам самого спасителя, к тому моменту, когда он подбежал к девушке, ее лицо уже приобрело синий оттенок и времени на раздумья не было. Все признаки эпилепсии налицо. Мужчина с трудом разжал ей челюсть, чтобы освободить дыхательные пути. Продавщицы, окликнув меня, указали, что девушке стало плохо. Соответственно, я подбежал и вижу, что прямо вот здесь, на этом месте, лежит молодая девушка. Вот. С признаками эпидемиологического припадка. Лежала она на спине, на навзничь. Вот. Я, соответственно, повернул ее на правый бок. Вот. Вижу, что скулы у нее сжаты, закатываются глаза, сама она посинела. Ну, я, соответственно, обладая навыками оказания первой медицинской помощи, попросил женщин принести мне любое подручное средство. Они мне принесли ложку. С помощью этой ложки я ей, как говорится, открыл челюсть. Обратил внимание, смотрю, она заглотила язык свой. Я, значит, руками достал, обеспечил таким образом доступ кислорода, поступление в организм. Значит, девушка задышала. Профессиональные и своевременные действия полицейского оценили и медики. В свою очередь, руководство скорой помощи города Дербет направили благодарственное письмо. В нем сотрудники центра дали высокую оценку героическому поступку мужчины. Ведь если бы не Тарлан, а Басов, впоследствии могли бы быть печальными. Умелое действие сотрудника полиции, можно сказать, спасло, по крайней мере, жизнь человека. Если честно сказать, от таких действий, не только сотрудника полиции, а любого человека, зависит на самом деле не только здоровье, но и жизнь пострадавших. Сама пострадавшая молодая девушка имеет на попечении нескольких детей. Благодарит Бога, что послал на помощь добросердечного Тарлана. А полицейскому признательно за то, что он не остался равнодушным. Главное не пройти мимо беды, так считает Тарлан. Ведь даже самая маленькая и незначительная твоя помощь может спасти жизнь человеку. По тематам Ханапова, Давуд Гасанов, телеканал ННТ, Дербент. В Дагестане два человека находятся в реанимации из-за осложнения гриппа. С начала года в республике заболели 12 человек. Как сообщают в Минздраве, уже имеются случаи, когда вирус привел к тяжелым осложнениям. Так, двое пациентов, один из которых ребенок, находится в реанимации. В республике наблюдается сезонное увеличение числа заболевших ОРВИ. Минздрав рекомендует при первых же симптомах срочно обратиться за медицинской помощью. Самолечение может только ухудшить состояние больного. В Дагестан предотвращен ввоз опасных семян. Специалисты Россельхознадзора, досмотрев автомобиль, следовавший из Турции, обнаружили свыше 16 тонн семян подсолнечника, предназначенных для посева. В ходе проверки выяснилось, что продукция прибыла без предотгрузочного уведомления, что является нарушением. В отношении владельца груза уже составлен протокол. Десятилетний Саид мечтает о том дне, когда он сможет гулять, ходить в школу и просто обнять свою маму. У героя нашего следующего сюжета синдром бабочки. Редкое генетическое заболевание, когда кожа реагирует на любое прикосновение к нестерпимой боли. Но даже это не мешает ему радоваться жизни и быть ребенком. Побывала в гостях у Кодировых наш корреспондент Карина Баталова. Перечислять динозавров Саид может еще долго. Его большая пластилиновая коллекция этих доисторических животных растет с каждым днем. Винты на пальцах часто цепляются и мешают лепить, но без них никак. Когда на коже появляются раны, за ними нужен особый уход. На ровном месте пузырек образуется у ребенка. Упадет, когда... Вначале, когда упадет, появлялись. А теперь, видишь, с каждым годом она чуть тяжелее проходит, эта болезнь. Там уже и слизистая страдает, и вот от стоматологов очень трудно найти. Эта болезнь встречается у одного ребенка на 100 тысяч родившихся. Причина – поломка в гении, из-за которой в организме не хватает белка, отвечающего за соединение слоев кожи. Булезный эпидермолиз не входит ни в одну государственную программу поддержки. Об этой болезни, в принципе, в обществе знают немногие. Родителям детей-бабочек часто приходится сталкиваться с непониманием. У нас случай был. Мы в Москву летели с ним в больницу. Рядом с нами женщина села с ребенком. И она сидит, сидит и говорит, а у меня ребенок не привит. Ну, мы не можем, мы от вас не заразимся случайно. Я говорю, у меня ребенок и привит, говорю, и у нас болезнь. Мы, например, сами можем от вас заразиться. Правильный диагноз Аиду медики смогли поставить лишь тогда, когда ему было 9 месяцев. У родителя мальчика не было сомнений. Надо бороться. И вот уже 10 лет Луиза ежедневно делает перевязки. Обычные медицинские бинты не подходят. Когда их снимают, кожа отходит вместе с ними. Нужны импортные, немецкие. Стоят они недешево. Ежедневный уход за таким ребенком обходится в 60-70 тысяч рублей в месяц. Вот эта одна повязка может рублей в 800 стоит. И каждый день это нужно? Да, такая повязка. Ставишь ее, крем ее. Потом сверху идут салфеточки, идут медикон. Потом это много чего, пока до бинта дойдешь. Каждый день детям бабочкам несет угрозу. Любая травма, даже маленькая царапина может обернуться отслоением кожи. Булезный эпидермолиз до сих пор не поддается излечению. Но если диагноз был вовремя поставлен и человеку оказывают правильный уход, то больной сможет нормально жить. Карина Баталова, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Каспийск. Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Луизы Раджабовой. Самый длинный автобусный маршрут в России соединяет Дагестан и Санкт-Петербург. Эксперты изучили более 3000 маршрутов, по которым можно путешествовать на автобусе в России. Первые и вторые места заняли рейсы, соединяющие Санкт-Петербург и ключевые города Дагестана. Рекордсменом оказался маршрут Диербент-Санкт-Петербург протяженностью 2706 километров. Имамом Джума-Мечети имени шейха Мухаммада Яракска в городе Диербент назначен Резван Габибов. Ранее он занимал должность заместителя имама Центральной Джума-Мечети Махачкалы. В 2018 году рыбодобывающим предприятием Дагестана выловлено 7000 тонн рыбы. Больше всего добыли келько, это 1500 тонн, а также селеди, сазана и кефали. Рыбная продукция реализуется не только на внутреннем рынке, но и за пределами Дагестана. В частности, рыбу поставляют Астрахань, Москву и Ставрополь. Дагестанки выиграли соревнования по женскому боксу в Ставрополе. Женская сборная Дагестана по боксу успешно выступила на первенстве СКФО, проходившем с 22 по 27 января в Ставропольском крае. Спортсменки республики завоевали на этих соревнованиях 5 медалей. На верхнюю ступень пьедестала почета удалось подняться по темат Расуловой и по темат Асанаевой. Отметим, что спортсменки завоевали право участия на первенстве России. В Махачкале появится первый спорткомплекс для инвалидов. Город здоровых людей установят до конца февраля. Инициатором проекта стал полуфиналист кадрового конкурса управленцев лидера России Руслан Рузанов. Несмотря на то, что в Махачкале проживает много титулованных спортсменов, в том числе и пара олимпийцев, уличная инфраструктура для активного отдыха инвалидов не развита. Спорткомплекс будет включать в себя воркаут-площадку и тренажеры для занятия спортом представителей маломобильных групп населения, а также детей и подростков. В ближайшие дни ожидается поставка всего необходимого оборудования, после чего начнется его установка. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok